МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Найджел Дэвид Шорт – английский шахматист, международный гроссмейстер, претендент на первенство мира. Родился 1 июня 1965 года в городе Ли, кравства Ланкашер, Великобритании. В 10 лет победил известного гроссмейстера Виктора Корчнова. В 14 лет стал международным мастером, побив рекорд известного шахматиста Бобби Фишера, став самым молодым обладателем этого титула в истории. Также стал самым молодым гроссмейстером за всю историю шахмат, удостоившись этого титула в 19-летнем возрасте. Входит в 50 сильнейших шахматистов мира. Побеждал легендарных шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Играл за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым. Участник 17 всемирных шахматных олимпиад. Игрок сборной Англии на протяжении 20 лет. Является членом Ордена Британской империи за достижения в мире шахмат. Найджел Шорт Найджел Шорт посетил Кыргызстан в рамках юбилея 25-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Великобританией с целью популяризации шахмат среди детей. Здравствуйте, мистер Шорт. Рада видеть вас в студии. Спасибо, что пришли. Вы, наконец, в Бишкеке. Это ваш первый визит в страну? Да, это мой первый визит. Мне хотелось посетить Кыргызстан в последние 2-3 года. И мне удалось это сделать только в этом году. Каковы ваши впечатления? Очень позитивные. Люди очень дружелюбны. Меня хорошо приняли. Я здесь всего несколько дней. И уверен, все будет замечательно. Я знаю, что вы здесь всего на неделю. Цель вашего приезда – популяризация шахмата и образования среди детей. Расскажите об этом подробнее. Я был приглашен в качестве посла доброй воли организации «Мини-Чесс». Это программа раннего развития и образования для детей в возрасте от 5 до 9 лет. Шахматы – как способ обучения детей определенным навыкам. Идея в том, что мы учимся быстрее, когда нам нравится то, что мы делаем. И дети, играя, учатся быстрее. Это хорошая, структурированная программа. Я также здесь по причине 25-летия дипломатических отношений между Великобританией и Кыргызстаном. Это честь для меня быть частью этого. Вместе с послом Великобритании мы принимаем в этом участие. Шахматы, образование и юбилей дипломатических отношений. Вот почему я здесь. Господин посол также увлечен шахматами? Я думаю, он больше увлечен игрой в гольф, если честно. Я думаю, он чемпион Кыргызстана по гольфу. Он очень хороший гольфист. Он однажды сказал мне, что мог бы стать профессиональным игроком в гольф, но выбрал дипломатическую стезю, что очень неплохо. Но я думаю, как и многие люди, он знает, как играть в шахматы, но не играет регулярно. Вы также проведете сеанс одновременной игры. Что вы ожидаете от этой игры? Я буду играть где-то с 25 участниками. У меня запланированы два сеанса одновременной игры. Один с детьми и подростками, и другой — объединенное мероприятие. Это то, от чего я сам получал огромное удовольствие, будучи ребенком. Мне очень повезло играть с одними из самых лучших игроков. В большинстве своем это были советские шахматисты. Я играл с Виктором Корчным, мы сыграли партию в Венгрии. Также Анатолий Карпов. Он не так давно был в Бишкеке. Мне очень повезло иметь такой опыт. Ну и для местных игроков это тоже возможность поиграть с известным международным гроссмейстером. Расскажите о семье, в которой выросли. Я из обычной семьи. Родился на севере-западе Англии, в местечке под названием Ли. Это недалеко от Манчестера, около 12 миль. В семье три мальчика. Отец работал журналистом в местной газете, мама работала секретарем. Вот и все. Ничего особенного не могу сказать о моей семье. Я хотела спросить о том, кто или что повлиял на ваш выбор играть в шахматы. Знаете, это вышло случайно. Думаю, я должен поблагодарить британскую погоду за это. В Манчестере всегда идут дожди. И мы жили там много лет. В Манчестере действительно всегда идут дожди. Поэтому мы почти всегда были дома и не могли выйти поиграть в футбол или крикет. И мне кажется, в какой-то момент мы просто устали от всех настольных игр. Мой папа принес шахматы. Он, конечно, не играл регулярно, годами. И он научил моего старшего брата играть в шахматы. После наблюдения за их игрой, я спросил, могу ли я сыграть тоже. И мой папа сказал нет, так как я был маленьким. Мне было пять лет. Но вмешалась мама и сказала, Дэвид, дай ему сыграть. Дэвид, дай ему сыграть. Я говорю, хорошо, тогда. И он сказал, ну хорошо. И неохотно начал играть со мной. В течение нескольких месяцев я начал побеждать. Но вы знаете, это было не потому, что я такой гений. Просто мой отец плохой игрок в шахматы. Но, как и многие взрослые, которых может обыграть ребенок, он подумал, что я гений. Это был просто случай. И таким образом я получил одобрение моего отца. Именно в тот момент вы поняли, что у вас есть талант. Вы знаете, будучи ребенком на протяжении многих лет, я не играл ни с кем вне своей семьи и друзей. Но ключевым моментом, изменившим мою жизнь, стала игра Бобби Фишера и Бориса Спаскова в Рикьявике в 1972 году. Американский гений Бобби Фишер и Борис Спаски, который играл на Западе. Та игра была олицетворением противостояния между СССР и США в годы Холодной войны. Борис и я играли за один клуб многие годы. Я знаю его очень хорошо. Тот матч был очень большим событием, о нем очень много говорили по телевизору. Шахматы были частью советской культуры, но не британской. И это было поворотным моментом отношения и к самой игре. Интерес к игре возрос очень резко. Потом произошел спад, но он остался на уровень выше, чем был до этого. Мы знаем, что у вас было много ярких партий, но большинство обсуждают вашу игру с Гарри Каспаровым. В общем, вы сыграли с ним 72 партии. О, только не озвучивайте мой счет, он ужасен. В 1993 году вы предложили Гарри сыграть на мировом чемпионате вне рамок Международной Федерации Шахмат, и вас обвинили в расколе шахматного мира. Так и было. В этом нет сомнений. Я должен был сыграть в финале мирового чемпионата по шахматам. Я победил Анатолия Карпова и Яна Тимона, но были некоторые моменты уже внутри Шахматной Федерации. И для меня было абсолютно понятно, что это была коррупция, в частности, в переговорах относительно финала мирового чемпионата. Знаете, когда кто-то берет взятку, это одно. Но когда кто-то берет взятку и деньги, которые предназначались тебе, это очень раздражает. Я был раздражен, потому что для меня было очевидно, что меня обокрал на тот момент президент Федерации Флоренсо Кампоманес. Я был очень раздражен сложившейся ситуацией и позвонил Гарри Каспарову и спросил, почему бы нам не сыграть вне Федерации. И он сказал, я жду этого уже 8 лет. Вот что он мне сказал тогда. И мы организовали игру. За эту игру предполагалось где-то миллион фунтов Великобритании. Федерация сократила эту сумму на 20%. Индивидуально вне организации сумма была бы намного выше. Около полутора миллионов. Получается, мы, не организация, не на официальной игре, можем заработать намного больше. Это значит две вещи. Либо Федерация некомпетентна в вопросах коммерции, либо коррумпирована. А может и все сразу. И не может быть по-другому. Я сижу дома, и Гарри сидит дома. Мы не организация. Но тем не менее, мы можем найти существенное финансирование. Я не хочу терять время, на самом деле это очень долгая история. И рассказал суть этой истории. Да, я такой схизматик. Расколол шахматный мир. Но что вызвало это? Внутренняя коррупция. Знаете, множество спортивных организаций сейчас погрязли в коррупции. Это ситуация с ФИФА, многие были арестованы за взятки. Ситуация с Федерацией атлетики и так далее. Поверьте мне, есть множество спортивных организаций, где такое практикуется. Просто это еще не выявлено. К сожалению, Федерация шахмат сейчас очень коррумпирована. Вы знаете, я, конечно, не хочу сейчас говорить о политике, но вы спросили. Хочется, чтобы эти вещи изменились. Потому что шахматы – очень привлекательная игра во многих отношениях. Шахматы не имеют такой очевидной привлекательности для глаз, как, например, теннис. Но это спорт, в который играют миллионы людей. Это игра, которая существует более полутора тысяч лет. Это игра и для молодых, и для старых. Шахматы помогают в образовании и, поверьте, очень полезны для здоровья. Одна из проблем современности – люди стали жить дольше. Но мы сталкиваемся с болезнью Альцгеймера. Это большое и финансовое бремя, и моральное для тех, кто поддерживает человека, который с этим столкнулся. Я знаю одного шахматиста, он боролся с этой болезнью. Результаты показали, что ему стало лучше. И, в конце концов, это весело. Это очень красиво. Это то, что мне очень нравится. Но какова позиция шахмат в современном мире? Вы знаете, это очень значимая игра. Вот уже на протяжении нескольких веков шахматы были королевской игрой, игрой элит. В советское время это была игра пролетариата и рядовых людей. И все эти определения верны. Шахматы – игра для всех, несмотря на то, что это очень древняя игра. Но ее можно назвать и современной. Эта игра идеальна для нашего времени, век компьютеризации. В 1997 году была машина Deep Blue, которая победила Гарри Каспарова в очень знаменитом матче. Компания IBM, которая создала эту машину, потратила миллионы долларов. Она была создана только для этой цели. Сейчас вы можете взять ваш iPhone и скачать бесплатное приложение, которое в несколько раз будет сильнее той машины, которую спроектировала IBM за миллионы долларов в 1997 году. Это технологический прогресс. Вы можете сделать это сегодня. Шахматы не имеют границ. Вы можете пойти домой и вечером, если не знаете, чем заняться, включить ваш компьютер. И в течение двух секунд вы уже можете играть в шахматы против игрока из Филиппин, Аргентины, Южной Африки или США. С кем угодно. И это открывает вам новый мир. Вы не можете так сделать, играя в футбол. Шахматы – это старомодно и современно одновременно. Здесь нет границ. Не важно, какого цвета твоя кожа. Есть только формальность, что белые фигуры ходят первыми. Не важен ваш пол или физические недостатки, даже если человек слеп, он сможет играть в шахматы. И это очень сложная интеллектуальная игра. Несмотря на такую долгую историю развития шахмат, мы еще не приблизились к разгадке этой игры. Я думаю, должны пройти столетия и даже больше, чтобы мы поняли эту игру до конца. Я знаю, что вы живете в Афинах с вашей семьей. Ваши дети пошли по вашим стопам? Нет, одного сумасшедшего человека достаточно в семье. Моя дочь не играет совсем. Она даже не знает ходы фигур. Мой сын учится в университете в Лондоне. Он не играет профессионально, но ему очень нравится игра. И он регулярно играет онлайн. Сейчас он учится, и я не знаю, как часто он играет. Но были периоды, когда он играл каждый день. Ему это очень нравится. Как вы чувствуете себя на данном этапе вашей карьеры? Я очень счастлив. Я очень счастлив, чтобы быть здесь, в Кыргызстане, поговорить с вами. Я счастлив. И счастлив быть здесь, в Кыргызстане, и разговаривать с вами. Шахматы дали мне множество возможностей, которых у меня не было бы. Займись я другим. Я посетил 140 стран. Многие люди не путешествовали столько. Я встретил множество интересных людей. И посетил великолепные места. И я до сих пор получаю удовольствие от шахмат. В этом году я участвовал на турнирах в Ирландии, Таиланде, Филиппинах. Я получил второе место на нескольких турнирах, которые проходили в Дании, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Пока я остаюсь в хорошей форме. Я готов продолжать. Конечно, будучи футболистом, можно заработать больше. Но я не футболист. Я достаточно счастлив, будучи шахматистом. Я собой доволен. И надеюсь, это продолжится на долгие годы. Мы плавно подошли к опроснику. Короткие вопросы и короткие ответы. Какое человеческое качество вы цените больше всего? Какое человеческое качество вы легче всего прощаете? Да, это хороший вопрос. Неверность. Какой недостаток вы никогда не простите? Я думаю, злость. И когда человек неприятный и жадный. Что помогает вам принять решение в трудных ситуациях? Раздумья. Я часто спрашиваю своей жене. Она может дать отличный совет, и она хорошая критика. Она очень хорошая критика. Что бы вы предложили попробовать сделать каждому? Ваш любимый час из 24 часов? Я люблю утро. Я имею в виду летнюю Грецию. Я ходил на пляж ранним утром, светит солнце, но никого еще нет. Очень тихо. Это прекрасное время дня. И вода очень спокойная. О чем вы больше всего сожалеете? Я не говорю на иностранных языках. Да, определенно я жалею об этом больше всего. Я не путешествовал, будучи маленьким, и только в старших классах школы столкнулся с иностранными языками. Я очень стеснялся говорить на других языках. Этого не нужно бояться. Ты должен принять, что можешь ошибаться, и ничего страшного не будет. Ведь так ты будешь развиваться. И последний вопрос. Что вы считаете своим главным достижением? В шахматах, конечно, это победа над Анатолием Карповым в 1992 году. Ну а в жизни это двое моих замечательных детей. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Я желаю вам всего самого наилучшего. Сегодня в гостях был известный английский шахматист, претендент на первенство мира, международный гроссмейстер, мистер Найджел Шорт. Субтитры подогнал «Симон»!